Всем добрый день! В эфире «Школьное радио» на пятой волне ФМ. Вас приветствуют ведущие Игорь и Карина. В пятой школе во время линейки запустили первый прямой эфир «Радио». Мечтали о нём и дети, и педагоги. Создали проект и выиграли грант. Теперь занимаются с ведущими. Сейчас мы продолжаем готовить наших ведущих. Работа достаточно интересная. Включаются в работу именно медиагруппы. У нас обучающиеся, начиная с 6 по 11 класс. Здесь по нескольку представителей от класса. И работа достаточно сложная, системная, но ориентирована на то, чтобы уходят одни учащиеся. И уже подрастает достойная смена, и качественная работа ведётся. Темой первого эфира стал ближайший праздник – День матери. Перед трансляцией тандем ведущих собрали на репетицию и читку текста. Всё оборудование внутри школьной радиорубки профессиональное. Но для современного поколения это не стало сложной задачей. С техникой ребята разобрались без проблем. Нам рассказали, как включать микрофон, что вот на эту кнопку начинается звук, что тут надо было выбрать зону, оповещение, второй этаж, чтобы не по всей школе это говорилось. И также нам сказали, как настроить фоновый звук, который был на фоне. На компьютере включалась программа, регулировали звук сами. Пока один читает, второй регулирует. Теперь на переменах во всех классах и коридорах пятой школы можно услышать об исторических событиях, достижениях учеников и педагогов, послушать классическую музыку. Развлекательные программы в разработке. Вместе с опытом юных радищиков вырастет и список рубрик. Но с первым прямым эфиром ребята справились на ура. Я чувствовала ответственность за качественное проведение мероприятия, чтобы все остались довольны, чтобы произвести хорошее впечатление на аудиторию. Но волнения не было. То есть для меня это было легко, можно сказать. Татьяна Забродина, Евгений Шевченко, телерадио компания «Сигма» для НУР-24.